Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. В сегодняшнем видео я хочу поговорить о слегка безумном прогнозе для цены биткоина, 600 тысяч долларов США. Этот прогноз возник не у меня в голове, но был упомянут очень важными лицами и учреждениями в криптовалютном мире. Также мы попытаемся ответить на вопрос, сможет ли биткоин стать полноценной заменой золоту, и в связи с этим, возможно ли такая цена для биткоина, 600 тысяч долларов. На самом деле очень странно выпускать именно такое видео во время коррекции, когда все снимают ролики о том, что биткоин начинает свой путь чуть ли не до 10 тысяч долларов. Но это же я, вы меня знаете. Если вы такой же оптимист, не забудьте поставить лайк. Давайте наберем хотя бы 2020 лайков под этим видео. Это помогает каналу расти, а мне очень приятно, правда. Кстати говоря, в этом ролике будет бонусное видео с 2018 года, и когда вы его посмотрите, вы удивитесь, насколько сильно поменялась риторика публичных финансовых учреждений. Что они говорили тогда и что они говорят сейчас. Вы даже не заметили этой разницы, но после просмотра этого бонусного отрывка вы ее почувствуете. Начнем с рекламы фонда Grayscale, которая была размещена 1 мая 2019 года, то есть более чем полтора года назад. Тогда Grayscale поднял вопрос продажи золота в пользу биткоина, и очень многие люди просто посмеялись над этим. Тогда им это казалось смешным. Конечно же, в моем портфеле большую часть занимает биткоин, наверное, потому что я абсолютно убежден, что именно он имеет лучший потенциал в следующие несколько лет. Но и золото тоже может выступать в качестве инструмента уменьшения рисков против инфляции. Итак, давайте посмотрим же этот ролик от Grayscale, который показывали даже на национальном телевидении США в мае 2019. Почему вы инвестируете в золото? Вы живете в прошлом? В цифровом мире золото не должно лежать в вашем портфеле. Видите, к чему все идет? Цифровые валюты, например, биткоин, это будущее. Он безопасен, не имеет ограничений и, в отличие от золота, он полезен. Оставьте прошлое позади. Пришло время сбросить золото. Будь цифровым. Будь с Grayscale. Go Digital. Go Grayscale. Я помню, как в начале 2019 года, когда биткоин постоянно падал, люди шутили про эту рекламу. Но сейчас уже никто не смеется почему-то. На глобальном графике последнюю коррекцию биткоина даже не видно. Прямо сейчас, во времена экономической неуверенности, во время бесконечной печати денег, я хочу напомнить вам еще раз. Более 30% всех существующих долларов были напечатаны именно в 2020 году. Треть от всей рыночной капитализации доллара США была создана в 2020 году. Так что инструменты хеджирования рисковой инфляции становятся важными как никогда. Кто-то может сказать, что я просто биткоин-оптимист и все выдумал, но это не так. Мой портфель разнообразен. Там нашлось место и для золота, и для серебра. Однако есть другие люди, гораздо умнее, чем я, которые считают, что биткоин может заменить золото. Вот, например, на CNBC было интервью с генеральным директором BlackRock, крупнейшим финансовым учреждением в мире. И в этом интервью сказано, что существует вероятность того, что биткоин заменит золото. Биткоин может обойти золото по рыночной капитализации, говорит генеральный директор BlackRock. Послушайте очень внимательно. Цена золота и биткоина начинает вести себя по-разному. Вы сказали, что в этой дуэли выигрывает биткоин. Вы хотите сказать, что вы долгосрочный биткоин-бык? Ведь на этой неделе мы говорили с Дэйми Даймоном, который, несмотря на поддержку крипты и биткоина в какой-то мере, его банком JP Morgan, говорит, что с ускорением роста цены биткоина правительство таки постарается как-то контролировать его. Я думаю, криптовалюты уже никуда не денутся. Посмотрите сами. Даже центробанки заговорили о цифровых валютах. Я думаю, это, а также и принятие технологий, криптовалют и цифровых платежных систем миллениалами означает, что биткоин уже точно не умрет. Являюсь ли я биткоин-оптимистом? Честно сказать, у меня есть некоторое количество биткоинов в моем портфеле. Но на самом деле сложно сказать, стоит ли он тех денег, за которые сейчас торгуется. Но однозначно биткоин это надежный актив, который может в большей степени заменить золото. Да, я сказал именно это. Биткоин намного более функциональнее, чем слиток золота. Ребята, вы меня знаете, я бы не стал утверждать подобное, если бы об этом заявил только один человек. Вот статья от 10 ноября 2020 года. Анализ JP Morgan показывает, что институциональные инвесторы переходят из золота в биткоин. Кто бы мог подумать? Но вот еще одна статья, уже от 19 ноября 2020 года. Deutsche Bank говорит, что инвесторы все чаще предпочитают биткоин, а не золото, в качестве инструмента хеджирования риска в инфляции. Еще раз, кто бы мог подумать о таком всего полтора года назад? На протяжении всего медвежьего рынка 2019 и 2018 годов банкиры и финансовые учреждения публично смеялись над этим. Никто даже не поднимал тему о том, что биткоин может заменить золото, опять же, публично. И слово публично очень важно. Вспомнилось видео, которое я снимал в те времена, в 2018, в котором я пробовал показать вам, что все эти люди, которые публично поливали биткоин грязью, на самом деле закупали его активно. А сейчас это даже не я поднял эту тему, это они сами подняли эту тему. Просто невероятно. Давайте я покажу вам это видео, думаю, многие из вас его вообще не видели, и оно на самом-то деле очень показательно. После этого я покажу вам, как я пришел к выводу, что биткоин может реально стоить 600 тысяч долларов. Понять это мне помогло золото и простая математика. Но прежде чем мы перейдем к этим двум пунктам, я хочу напомнить вам, что завершается неделя предпродажи моей книги. Я же теперь еще и автор, что мне очень сильно нравится, всегда об этом мечтал. Книга эта поможет всем, кто хочет зарабатывать на инвестициях, на ютубе, в интернете, в онлайн-бизнесе и так далее. Сейчас в условиях пандемии это особенно полезно и актуально, ведь многие люди переходят в интернет и ищут способы зарабатывать здесь. И еще многие люди ищут какие-то активы, которые на протяжении следующих 10 лет будут давать хорошую прибыль. Я такие активы в своей книге расписал. Также в моей книге написано, как именно это делаю я, а я делаю это уже много-много лет. Вы можете предзаказать мою книгу по ссылке в описании со скидкой в 50%. Предложение это действует еще 4 дня до воскресенья включительно. А релиз книги 1 декабря 2020 года. А мы продолжаем. 12 сентября Джеймс Даймон сказал, что биткоин это мошенничество. Он заявил, что уволит любого трейдера в своем банке, который будет торговать криптовалютами. Цена биткоина упала на 24%. Когда Джеймс Даймон говорит, люди слушают. А потом мы узнаем, что самым большим покупателем биткоина в Европе оказались Морган Стэнли и Джи Пи Морган. К тому же еще и незаконно. Он сказал, что это мошенничество, и в то же время его компания покупает биткоин? Это так... так неэтично? Ладно, Джордж Сорос. Да, Джордж Сорос 24 января называет биткоин пузырем. Говорит, что биткоин это худшая инвестиция в мире. Не покупайте биткоин. По сути, он подлил масло в огонь. И биткоин упал на 44%? А потом, в апреле, спустя два месяца, мы узнаем, что семье долларового миллиардера Сороса разрешено покупать криптовалюту. Публично мы узнали это только тогда? Да. Джордж Сорос известен таким поведением. Он говорил, что фунт рухнет, а потом украл пенсии у людей. Да, он заработал миллиард. Что ж, дальше Голдман Сакс. Снова, 7 февраля. Готовьтесь к тому, что большинство криптовалют упадет до нуля. Из своих источников я знал, что Голдман Сакс тайно создают новую платформу для торговли криптовалютами. Конечно, они отрицали это. Типа, мы ничего такого не делаем. Тем временем цена упала на 27%. Что же мы узнаем позже? Голдман Сакс анонсировали свою биржу для торговли криптовалютами. Они потратили 400 миллионов долларов, чтобы купить криптобиржу. Итак, 7 февраля. Все упадет до нуля. Май. О, мы потратим 400 миллионов долларов? Чисто так? И они не одни такие? Нет. Таких институционалов много. Например, Кристин Лагард из МВФ. Что самое забавное, это то, что все эти заявления были приблизительно в одно время. Я, конечно, не могу доказать сговор, но все так и выглядит. Люди всегда тусуют вместе, думают, похоже. Им не нужно звонить друг другу, они просто знают эту игру. Итак, Кристин Лагард из МВФ в первой половине года сказала, что все центробанки должны объединиться против криптовалют. Вы когда-либо слышали, чтобы МВФ предложила объединить усилия против нелегального вооружения или наркотиков? Нет. Но зато против зарождающегося актива нужно срочно объединяться. На самом деле, их задачей было убедить людей в том, что банки никогда не дадут биткоину выжить. Чтобы люди думали, что это конец. Давай покажем график 5 падений биткоина за последний год. Есть у нас такой график биткоина? Три из них были падениями на 30%, а одно падение составило 40%. Вот, объясните этот график. Это же падение Амазона. А у вас есть, кстати, их акции? Конечно. Итак, я хочу поговорить о ключевом моменте, которому я обучился, будучи на рынке так долго. Не нужно слушать, что говорят люди. Нужно смотреть на то, что они делают. Это то, на что мы должны обращать внимание. Миллиардер Стив Коэн, чье состояние оценивается в 12 миллиардов долларов, один из самых умных хедж-фонд менеджеров на планете. Инвестирует в криптовалюты. Марк Лассри, исполнительный директор Avenue Capital Group, долларовый миллиардер, вложил 1% своего состояния в биткоин. Ранее инвестор Airbnb, Skype, Facebook и Coinbase анонсировал запуск криптофонда с капиталом 300 миллионов долларов. Веллингтон Кэпитал с активами на триллионы долларов вовлечены в биткоин-фьючерсы. Соскухена, 12-я по размеру торговая площадка в мире, теперь имеет собственный криптовалютный отдел, торговый отдел, а торгуют они биткоином и эфиром. Голдман Сакс и их новый директор Давид Соломон, самый про-криптовалютный парень на Уолл-Стрит. Блэк-Рок, это объявление только вышло. В прошлом году Ларри Финкс сказал, «Знаете, для чего криптовалюты хороши? Для отмывания денег и для наркоторговцев». Опять же, если ты послушаешь то, что он говорит, ты пойдешь и продашь свой биткоин. Ты скажешь, это все бычье дерьмо. Но что происходит теперь? Они собираются запустить биткоин ETF. Они собираются сделать покупку биткоина проще, чем нажатие на кнопку на клавиатуре. Посмотри на все эти улики. Все эти люди уже богаты. Все эти люди беспокоятся о своей репутации. Если биткоин такой дерьмовый актив, почему все эти люди вовлечены в него? Теперь давайте поговорим о том, как я пришел к цифре в 600 тысяч долларов США за биткоин. На самом деле, все очень просто. Текущая рыночная капитализация биткоина составляет почти 320 миллиардов долларов. Хотя вчера, кстати, она составляла 350 миллиардов долларов, что делало его одним из самых дорогих по капитализации банков в мире, представляете? Капитализация золота сейчас около 9 триллионов долларов. А значит, разница между капитализацией золота и биткоином, скажем, примерно в 30 раз. Соответственно, если сейчас цена биткоина составляет, грубо говоря, 20 тысяч долларов, чтобы проще было считать, то умножая 20 тысяч на 30, получим 600 тысяч долларов. Окей, давайте предположим, что биткоин не заберет все 9 триллионов у золота, может быть, лишь половину. Но это все равно приводит нас к цене в 300 тысяч долларов за биткоин, и это тоже очень круто. Теперь у меня есть вопрос к вам. Как вы считаете, постоянно ли тенденция в разрыве корреляции между золотом и биткоином? Заменит ли биткоин золото в качестве инструмента хеджирования против инфляции? Будет ли он стоить 300 или 600 тысяч долларов? Либо вся эта тенденция лишь временная, и через пару месяцев золото вновь начнет повторять движение биткоина и наоборот. Напишите свои мысли в комментариях. По-моему, ребята, я сорвал голос. Ну да ладно, на этом все. Буду рад вашему лайку, это действительно помогает каналу развиваться с какой-то совершенно немыслимой скоростью. Давайте поднажмем и заработаем такие эту серебряную кнопку вместе до нового года. Давайте наберем под этим видео 4, 5, 6 тысяч лайков и побьем все рекорды русскоязычного крипто-ютуба. А меня зовут Богатейший Дип, подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok